Масленичная неделя в самом разгаре. Этот восточно-славянский традиционный праздник отмечается в течение недели перед Великим постом. Им провожают зиму и встречают весну. Подробнее о главных традициях масленицы расскажет Наталья Дуркина. На Руси в старину готовились к масленице задолго до начала праздничной недели. Мастерили куклу из лоскутов, сена и веток. Процесс проходил без единой иголки и нитки. Делалась куколка, одевалась куколка в старые тряпочки, чтобы она могла взять с собой все ненужное, плохое. Когда куклу масленицы смастерили, время готовить на стол. По преданию, в эту праздничную неделю никто не работал. Все ходили в гости и пировали. Масленица – это традиционный русский праздник. Празднуется масленица неделю. И празднуется она неделю, за неделю до Великого Поста. Готовится к ней, начинают задолго, закупают продукты, моют избу, потому что нужно справить очень сытно и весело. Причем каждый день масленицы имеет свое название. Так, например, понедельник называется встреча. В этот день начинали печь блины и мастерили кукол. Вторник – заигрыши, среда – лакомка. Считался самым вкусным днем. Хозяйки не отходили от печки и целый день принимали гостей. В четверг – это был широкий разгул. Тут вовсю у нас шло гуляние. Катались на лошадях, катались с гор. Кстати, еще была такая примета, когда катались с гор, то чем дальше докатишься, тем дольше проживешь. Поэтому старики просили, чтобы их тоже прокатили. Их поднимали на гору, садили на рогожку и катили. А там внизу встречали. Правда, современная вариация праздника проходит не так масштабно. Хотя одно остается неизменным – блины. Специально для зрителей телеканала «Север» шеф-повар Ристобара Кочевник Антон Цыганов провел мастер-класс по изготовлению блинчиков. Тесто два вида будет. Одно будет тесто классическим, одно будет с добавлением дрожжевого. Молоко, кефир. Плюс у нас идет… Мы будем делать с припеком. Чтобы понимать, что такое припек – это блин с наполнителем. Но если мы изначально делаем блины, а потом в них заворачиваем наполнитель, то здесь мы уже будем жарить вместе с ними. То есть мы подготовили лук, подготовили яйцо, подготовили зелень. Лук мы обжарим, яйцо порубим, смешаем. В дальнейшем я это все покажу. Изначально замесили тесто двух видов и оставили его доходить. В это время занялись приготовлением припека. Здесь он представлен в двух видах – с яблоком и с яйцом, луком и укропом. Мы добавим в него яйцо и зелень. И потом одна из наших начиночек будет готова. Как только тесто подошло, начинаем выпекать. Самое главное – успеть выложить припек, пока блин не схватился. Такой способ приготовления праздничного лакомства пользуется большой популярностью. Наталья Дуркина, Владислав Ткачев, Телеканал Север.